Ну что ребятки, бунт? Только бунт не про то, что вы подумали, а немного другое. Объясняю. Когда вышла новость о так называемом улучшении каморных снарядов, в ней были описаны изменения непосредственно каморных снарядов, которые гарантированно и не гарантированно будут добавлены в игру. Гарантированно у вас при взрыве каморника в заброневом пространстве появляется один большой осколок спереди а-ля сплошняк, плюс больше фугасное воздействие, плюс в целом больше осколков. Не гарантированно это новая сфера осколков, которая базируется на так называемой реалистичности. Гарантированные изменения будут добавлены в любом случае, а вот не гарантированные как раз то, о чем я хотел бы сказать пару слов. Удивительным образом, не гарантированные изменения улитка вынесла на голосование с очень интересной формулировкой. Хотите ли вы протестить эту новую сферу осколков? Ну то есть пост про изменения каморников и голосование, хотите ли вы это протестить? А протестить, простите, что? А протестить наши скриншоты, где мы стреляем с тигра в тигр по комбашенке и не наносим урон. А еще показываем круг вместо 3D сферы, чтобы ощущение от снижения количества осколков визуально смотрелось сильно. Я не знаю, кто писал этот пост, но это наверняка писалось для того, чтобы максимально запутать людей и заложить в них мысль, что они голосуют за нерв каморников. Причем очень сильный. Ну и разумеется, как же зарплатники не смогли подхватить такой великолепный инфопод, где можно рассказать правду матку. А правда матка заключается в том, что наглая улитка знала, когда заблокируют ютуб в русегменте, ибо там работают люди из правительства РФ. Поэтому сделала планы по нерву каморников так, чтобы СНГ коммунити на это никак не повлияло. А честные блогеры это никак не осветили, и джоны, которые ноют на каморнике, были довольны. Ведь все в этой игре ради джонов. Просто вдумайтесь, насколько эта шизотеория звучит, если вы ее озвучите вслух. Давайте сначала, почему вообще делается это улучшение? Есть так называемая дорожная карта, которая появилась после бунта мая 23-го года. В ней и был указан этот пункт, где говорилось именно об этом улучшении. То есть эта новость не появилась, потому что сейчас и ютуб заблочили, и самое время СНГшников обмануть. А потому что это было в планах. Как и были в планах те самые москсети и коробки с патронами. Но только вот их не ввели по итогам как раз голосование. Я эту тему не трогал. Добавили голосование, как и было указано по дорожной карте, зарплатники заслали своих хомяков голосовать правильно, в целом дефолт. И казалось бы, голосование, которое идет сейчас, такое же. Ты голосуешь за новую сферу осколков или против. Но нет. Ты голосуешь за то, чтобы протестить эту сферу или нет. Зачем голосование за тест? У нас был тест фатальных повреждений также по дорожной карте, где дали игрокам возможность протестить новую механику в отдельном событии и собирали фидбэк на форуме об этой механике. Правда, не было голосования, эту механику просто придумали, сделали события и добавили, не увидев негатива. Да и вообще делать голосование не обещали. Не было также голосования за тест маск сетей и коробок с патронами. Было сразу голосование. Добавить или нет? Почему именно здесь голосование тестить, ли вообще это? Я предполагаю, что скорее всего улитка вкладывается в разработку дорожной карты неплохо так финансово. А коммунити потом голосует против введения этих механик и фичей. То есть улитка не хочет просто тратить деньги на то, что потом придется отменять из-за голосования. Причем очень честного голосования, где у людей нет своего мнения и могут указать правильные пункты и они пойдут их ставить. Именно это сейчас и происходит. Идет голосование за то, делать ли тест. И на основе этого теста уже делать второе голосование, добавлять ли эту механику на замен текущей. Что нам сообщили зарплатники? Вы голосуете за нерв каморников, поэтому голосуйте против. А почему это нерв каморников? Ну вон тигр тигра на скриншоте не шотает в камбашню, а осушка наносит такой же урон в корпус. Да и вообще джоны. И если эту сферу добавить в тест, это означает, что добавят и на основу без ведома СНГ игроков для джонов. И тестить это не надо. Уже понятно, что плохо. Вон другие проблемы решайте. Ибо зачем нам тратить ресурсы компании на ненужные тесты? И вообще много танков станут неиграбельными на своих БРах. Джамбо тигра не сможет пробивать. Тезисы великолепные. Нам не нужно ничего тестить из дорожной карты, что там уже висит как почти год. Может тогда вообще на нее забить? И мне интересно, кто вообще предлагал этот пункт по изменению каморного урона во время бунта? Не тот ли человек, что предлагал бафнуть урон малых калибров кумулятивов? Ну как там увеличенный урон кумулей ПТ-76 дамажит или еще нет? А что значит улучшить урон? В сторону реалистичности, а-ля предлагает улитка, или казуальности, где любое пробитие танка это ваншот? Почему добавление теста механики означает ее добавление на основу гарантированно? Напомните мне, что произошло с экономическими изменениями мая 23-го? Они все еще на основе? А что там с разрушением корпуса? Где эта механика? С чего вы взяли, что каморники не будут бить сферой как раньше? У каморников есть чувствительность и задержка взрывателя. Для того, чтобы знать, будет ли ваш Джамбо продолжать шот от Тегора в камбашенку, надо взять и проверить это в тесте, за который вы голосуете отрицательно. Ведь на картинке новой сферы осколки-то вниз летят. Почему вы волнуетесь о ресурсах компании? Когда это стало актуально? Я вот помню пару лет назад говорил, что как постоянный донатер этой игры, могу требовать от улитки улучшений. Меня засмеяли и сказали, что ЖЖ Интертеймент ничего мне не должна. И вам тогда она ничего не должна. И вообще, это ее деньги и тратит она куда хочет. Так из хера ли она должна тогда экономить деньги на создание простого события с тестом, и нас это должно волновать. И когда улитка вообще стала бедной компанией, простите? Сколько она там новых игр запустила, которые сосут деньги из основного продукта конторы, Вартундера? Почему вы считаете, что невозможен ребаланс с новыми каморниками? Если короткоствольный Джамбо будет страдать на 5,7 с новыми каморниками, разве вы не будете радоваться его появлению на 5,0? О чем вообще речь? Речь об очень простом. Думать не надо. Мне сказал мой любимый блогер, что нерфят каморники, и это неправильно. Поэтому я проголосую против. Я не буду тестировать, я не буду проверять, что там будет. Меня устраивает мое болото, и мой любимый блогер за меня все объяснил. Мне нужен урон, хорошие карты, и чтобы РПУ выключили. А то там консольные Джоны с КД-02 решают судьбу Вартундера. Какая же шизофрения? Тот, кто не является хомячком зарплатников и хочет посмотреть, что же это за такая механика, которая убьет Вартандер, голосуйте за тест новой сферы разлета осколков. Жижа потратит свои драгоценные ресурсы на создание целого события в разделе с симуляторными боями, которое обещала по дорожной карте после бунта. Мы поиграем, протестим зарплатники тоже, и тогда уже будем заявлять о нерфе или бафе, и голосовать против нерфа. Это нужно чувствовать, игру чувствовать. Что там с этими каморниками хотят сделать, будет урон или нет. А если вы уже проголосовали против, став хомяком, мне вас жаль. В следующий раз, когда кто-то вас призовет голосовать за моделирование автомата заряжания Т-72, а потом будет на него ныть, что он жрет осколки, подумайте, а не являетесь ли вы жертвой манипуляций и вас используют для сомнительных личных целей. Продолжение следует...